В этом видео поговорим о самом важном, о самом главном, то что является ключевой особенностью работы дизайнера интерьера, если мы говорим об успешной деятельности в плане финансов. То есть как вам больше зарабатывать и для того, чтобы больше зарабатывать, есть некая услуга, которая называется комплектация, авторский надзор управления строительством, которую вы можете внедрить и сделать это правильно для того, чтобы продавать комплектацию клиентов, для того, чтобы ввести ее четко и зарабатывать на этом двойную или тройную сумму с дизайн-проекта. Позвольте представиться, кто-то меня не знает, кто-то меня знает, я дизайнер интерьера, меня зовут Станислав Орехов, здесь мое портфолио, около 300 проектов мы выполнили за 17 лет работы. Я работаю в студии, у меня есть помощники, с которыми мы выполняем такие проекты. И ключевая особенность того, что мы делаем, это то, что мы не только рисуем картинки, ну вот как можно посмотреть, вот такие необычные проекты и интерьеры, но и воплощаем их в жизнь. И чтобы воплощать такие проекты в жизнь, очень важно не только рисовать, не только делать проекты, но и договариваться со строителями, с клиентами, с поставщиками. Потому что на проекте обычно каждый тянет дело на себя, у каждого своя правда, каждый хочет заработать, клиент хочет сэкономить, хочет заказать у дизайнера авторский надзор за 20 тысяч рублей и просить его, чтобы он абсолютно все проконтролировал. Я сталкивался с таким постоянно, в начале своей карьеры у меня была такая история, что клиент просил делать много вариантов, а потом буквально ночевать на стройке, чтобы реализовывать все, что я придумал. Почему? С его стороны тоже вроде все логично, ты дизайнер, ты придумал, у моих строителей есть вопросы, соответственно ты что-то там не донес в дизайн проекте, я не знаю где купить сантехнику, свет, оборудование, поэтому будь добр, пожалуйста, доделай до конца, ну либо возвращай деньги, потому что ты тогда мошенник и шарлатан. Вот так думают клиенты, в принципе, их винить за это нельзя, они не знают как правильно и моей была самой большой проблемой и ошибкой, она заключалась в том, что я тоже не мог объяснить как правильно. Почему не мог? В принципе, потому что не знал. В начале, когда мы учимся, неважно где в институте, в вузе, практикуемся, очень мало кто в какой компании действительно делает все как надо и делает это последовательно. Почему так получается? Ну очень часто, что тема комплектации, авторского надзора, агентских вознаграждений и плата за эти услуги, она как-то относится к категориям необсуждаемым. Привычно как? Что ты приходишь к клиенту и договариваешься с клиентом вести авторский надзор и вроде как соглашаешься на эти небольшие деньги авторского надзора. Для чего? Для того, чтобы потом где-то под каверными играми и как-то взять заказы и получить деньги агентских вознаграждений. Вроде как ты получаешь деньги от поставщиков и вроде как должен это делать бесплатно. Но это достаточно порочная практика, я ее крайне не рекомендую делать. Почему? Потому что в этом случае ты, как дизайнер, находишься в заложниках с разных сторон. С одной стороны у тебя есть клиент, который если узнает о такой схеме мошенничества, то будет очень недоволен, тебе неприятно, потому что ты чувствуешь вечно, что ты обманываешь и своих клиентов, и поставщиков там что-то, требуешь как-то непонятно. И поставщики думают, что ты какой-то на хлебник не хочешь работать, только деньги получаешь, и их деньги, которые они должны были получить с клиента. В общем ситуация становится непонятной. Но делать нечего и ты все равно это делаешь, потому что тебе нужны деньги. Потому что клиент не заказывает, если ты включишь большую стоимость в проекцию, а уже заложишь все это дело, то клиент не будет заказывать. Почему? Потому что конкуренция на рынке достаточно большая, конкуренция составляет в том числе опытные студии компании и молодому начинающему дизайнеру, ну даже опытному, просто не оставляется маневра какого-то, чтобы заработать. И поэтому, что я предлагаю, я после того, как понял все эти проблемы, с ними сталкивался, у меня были проблемы на самом деле очень серьезные, связанные с тем, что договоры были неправильно оформлены, я просто не получал деньги. Второе, когда на комплектации приходило что-то не то, и мне приходилось это выкупать, потому что вроде как я должен был за это смотреть, хотя деньги за это не получал, но при этом клиент не хотел оплачивать новую версию и просил меня забрать, заплатить за свой счет. Приходилось платить, у меня до сих пор лежит радиатор, который мы купили по ошибке. В общем, таких моментов достаточно много, и я вот что понял, что эти темы, они все абсолютно нормальные, стандартные, когда ты не знаешь технологию. У тебя бывает всегда проблема с пониманием, как ты работаешь, то есть ты сам не знаешь правильную структуру. Второе, возникает непонимание с клиентом, если ты сам не знаешь, ты не можешь объяснить, как правильно, и почему ему выгодно тебе заплатить за то, чтобы ты все сопровождал. Если он тебе платит, что ты делаешь, а что ты не делаешь, ты это тоже не до конца понимаешь и не до конца знаешь. Далее, возникает проблема настройки с проравами, которые постоянно тоже хотят что-то допродать и предложить какое-то другое решение, и ты не знаешь, как правильно с ним взаимодействовать, чтобы не упасть, как я с лицом, и чтобы достойно ему ответить. Опять же, потому что не знаешь системы. И дальше возникает еще проблема с соединением смежников, когда приходят и прорабы, и кондиционерщики, и вентиляторщики, и кто этим всем должен управлять. Вот ответом на все эти вопросы является некая система, которая позволяет реализовывать такие проекты. Все, что мы сейчас раньше листали, это были визуализации, ну и, собственно, вот проект, как было, как мы запроектировали, и как получилось. Сейчас мы уже увидим фотографии того, что получилось. Такие проекты не делаются просто так. Да, он достаточно спорный, я знаю, то есть многие, я думаю, его даже видели, и кому-то он нравится, кому-то нет. Но я сейчас не про дизайн говорю, а про то, что здесь очень много соединено абсолютно разных и достаточно дорогих историй и конструкций, и их делать было невозможно, если бы у нас не было браздо вправления от клиента в плане взаимодействия с нашими уважаемыми здесь подрядчиками, и компания Квест здесь делала, они же закупали материалы, и авторский надзор ввели мы, и управление строительством мы ввели совместно, чтобы это все получилось. Таким образом, только так можно делать такие сложные проекты, только в комплексе и только вместе с коллегами. Но для того, чтобы наладить такую работу, очень важно наладить работу именно комплексную, связанную с тем, что и поставщики, и дизайнеры, и строители, и клиент знают, что происходит. И это приходится брать в свои руки, это приходится детально все описывать, и частично это описано у нас в взаимодействии с поставщиками и клиентами. Вот в этой книге, называется она «Энциклопедия дизайна и комплектации». Суть ее в том, что мы здесь рассказываем, как поставщикам наладить работу с дизайнерами. А в этом видео и в этой системе я хочу перейти дальше на следующую тему, и это тема, как дизайнеру на самом деле делать проект так, чтобы клиент потом заказал комплектацию, как делать так, чтобы после того, как клиент заказал комплектацию, вы ее провели, и еще, что более важно, зарабатывать деньги на всем этом. Для того, чтобы реализовать всю эту тему, я продумал технологию, она называется «Технология комплектации», о которой я буду рассказывать дальше. Поэтому, если эта тема вам интересна, это очень здорово, если вы думаете о том, как развивать себя в плане финансовом, так и развивать свою студию, потому что если вы больше зарабатываете денег, вы имеете возможность нанимать лучших людей, вы имеете возможность давать больше рекламы, вы имеете возможность развивать свой личный бренд, вы становитесь топовым дизайнером в своем регионе, и вы начинаете работать по-новому, и за вами уже подтягиваются ваши коллеги, которые смотрят, как у вас получается, вам немножечко завидуют, и вы уже тогда можете быть такой звездой у себя в регионе. Эту технологию уже освоили более несколько сотен дизайнеров, я часто езжу по разным городам, по России, и ко мне подходят просто люди, говорят, спасибо за то, что эту технологию мы применили, теперь вот мы в Владивостоке, в Хабаровске, в Калининграде, в Екатеринбурге, в Москве, в Питере, мы теперь это применяем, и те, кто не применяет, они уже тоже на нас посматривают и тоже хотят применять. И самое важное, самое главное, что я хочу донести, давайте вместе делать индустрию дизайна правильной, то есть если то, что я сейчас рассказываю, более-менее вам близко, если с этим проблемой вы сталкиваетесь, знайте, что решение есть, решение в комплексном подходе, комплектация, которую стоит один раз изучить и использовать потом все время. И только мы делаем рынок, который может двигаться вперед, потому что я очень часто слышу, что в нашем регионе это не работают, наши клиенты это не понимают, у нас демпингуют, например, или что-то предлагают некачественно, ну в дальнейшем это будет, естественно, некачественно, дешевые дизайнеры, дешевые проектировщики. К чему это ведет? К тому, что клиент даже рад бы заплатить больше, но он не понимает, за что, и дизайнеры сами тоже не понимают. Нет предложения, клиенты, соответственно, не понимают, за что и как им платить, и за счет этого, если не делать по технологии комплектации, то качество будет падать, то есть клиенты будут лепить все, что им кажется, будут махать рукой, и делать, покупать все, что им нужно, а не то, что мы додумали. И к чему это ведет? Опять же, я показываю сейчас этот проект, не для того, чтобы он кому-то понравился, а для того, чтобы вы поняли, что это была такая идея. Если вы посмотрите визуализацию и реализацию, вот, кстати, я вот вижу, фотографирую, то есть это то, как мы задумали. Если мы вернемся сейчас на визуализацию, то мы увидим, что то, что мы задумали, оно и получилось. И почему это важно? А потому что мы пришли в дизайн, мы пришли в нашу работу именно для того, чтобы творить и для того, чтобы получать именно то, что мы придумали. То есть чтобы видеть результат нашей работы, это самое важное, что у нас есть. И для того, чтобы видеть результат своей работы, для того, чтобы положить в портфолио то, что вы придумали, а не то, что сделал прораб, посоветовал клиенту или сам клиент, мы должны брать управление в свои руки и делать это. Поэтому если не ради денег, то ради творчества и реализации изучайте эту тему последовательно. Если вы сталкивались с проблемой визуализации, в завершении этого видео я попрошу вам тоже помочь мне. Напишите под этим видео, какие проблемы у вас есть, о которых вы, может быть, не говорили еще, может быть, есть у ваших друзей, что вы вообще знаете, с какими ситуациями вы сталкиваетесь. И в следующих видео, в следующих материалах я подготовлю детальнейшее описание о том, как вести комплектацию, что это за услуга, как она правильно продается клиенту и когда вы продали, как ее правильно вести, чтобы провести ее качественно и здорово. Мне сейчас нужна ваша помощь. В комментариях к этому видео напишите то, как у вас идет комплектация, что получается, что не получается. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями и вместе давайте сделаем полную тему по описанию комплектации от А до Я, чтобы она у нас была и мы ее могли вместе применять. У меня в этой теме достаточно большой опыт. Много-много лет мы делаем это системно и правильно, поэтому у меня есть чем поделиться. Если будет активность к этому видео, если вы пошарите и расскажете друзьям, и мы наберем достаточно много вопросов, у нас очень будет много ответов и все они будут системными. Если говорить обо мне, потому что я дизайнер и не только по дизайну справляюсь, у меня ключевые качества это три. Первое качество это системность, что это такое, это значит все элементы, даже творчество я стараюсь соединить и когда что-то одно меняется, меняется и другое. То есть именно взаимосвязи я очень хорошо нахожу. В принципе так и должен работать с мозг дизайнера, только я применил эту тему не только на дизайн интерьера, но и на вообще работу студии и компания. Благодаря этому мне удалось построить системную компанию, которую я сейчас показываю. Второе качество это честность. Я за то, чтобы абсолютно честно везде все о всем рассказывать, даже то, о чем говорить не принято. Может быть это будет кому-то неудобная правда, но она будет в любом случае открыта и ее все узнают. Поэтому лучше делать, возглавить эту тему и быть честным по отношению к себе. Это самое важное. По отношению к коллегам, по отношению к клиентам, по отношению к сотрудникам, к подрядчикам и к строителям. Если честность у нас будет возведена в абсолют и мы будем четко, точно рассказывать, что мы делаем, что мы не делаем. Если у нас будут все карты открыты, то и реализация будет гораздо лучше и проще. Когда нет у нас каких-то манипуляций и двигания на себя, кто больше где-то получил, кто больше где-то урвал процентов, чтобы этого не было, мы как раз за честный открытый подход с открытыми агентскими вознаграждениями, если они нужны и если такой договор, и с открытой четкой позицией по комплектации, чтобы клиент платил за те услуги, которые он платит и дизайнер правильно их оказывал. А строители, соответственно, не вмешивались. И третье ключевое мое свойство – это развитие. Я всегда двигаюсь вперед, всегда систематизирую, накапливаю знания и с удовольствием всегда ими делюсь. Поэтому, если вам такая позиция близка, давайте работать вместе с вами. В заключении покажу еще один проект, который тоже был сделан по комплектации. Это достаточно стандартный проект в современном стиле, здесь ничего нет необычного и он тоже был скомплектован именно по этой технологии. Поэтому мы можем работать как с премиум сегментом, с проектами от 200 и более тысяч за метр при реализации, так и вот с этим проектом он около 60-80 тысяч рублей за реализацию уже готового проекта. Поэтому для любых тем, для любых регионов, для абсолютно любых интерьеров эта технология подходит. Если хотите узнать об этом подробнее, сказал, что делать, пишите в комментариях под этим видео ваши вопросы, ваше описание ситуации по комплектации. Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, наберется достаточно много просмотров и мы продолжим тему. Спасибо, с вами был Станислав Орехов, увидимся в следующих видео.